Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике мы поговорим о проблемах нарушения роста у детей. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, в нем вы найдете много полезной для вас информации. Всю низкорослость можно разделить на две большие группы – на пропорциональную и непропорциональную. Как правило, непропорциональная низкорослость сразу же видна. Это укороченные ноги, укороченные ручки у детей, и зачастую такое же телосложение можно наблюдать и у родителей ребенка. Пропорциональная низкорослость – это когда абсолютно пропорциональное телосложение просто человек более низкого роста, чем сверстники. Непропорциональная низкорослость – это различные формы костно-хрящевой патологии, которых великое множество, и в основном этим занимаются детские ортопеды. Вся остальная низкорослость относится к пропорциональной, и на темпы роста могут влиять огромное количество причин, начиная от психоэмоциональной обстановки дома, в школе, в детском саду. Известно, что детишки, которые плохо кушают, обладают сниженным аппетитом. Дети, которые специально ограничивают себя в еде, например, те, которые профессионально занимаются искусством, в частности, балетом, художественной гимнастикой или профессиональным спортом, они тоже могут в чем-то ограничивать свое питание и тоже недостаточно хорошо расти. Различные заболевания, начиная с заболеваний щитовидной железы, надпочечники, некомпенсированный сахарный диабет – также все может влиять на темпы роста. И вообще темпы роста – это очень тонкий камертон, который отражает физическое здоровье ребенка. Эндокринологическая проблема – это низкоростность, обусловленная дефицитом гормона роста, так называемая гипофизарная карликовость. Это детишки, которые с самого раннего возраста начинают значительно отставать от своих сверстников и даже чисто внешне могут от них отличаться. А в настоящее время все дети в нашей стране с этим диагнозом 100% получают бесплатно гормон роста за счет федеральных закупок. То есть государство закупает сам препарат, и детишки бесплатно лечатся. Это такая программа, которая существует в нашей стране с 2008 года, и фактически в России проблема гипофизарной карликовости полностью решена. Прежде чем прийти к детскому эндокринологу на прием, родителям хорошо бы подготовиться, выписать хотя бы на отдельном листочке все имеющиеся данные по динамике роста и веса ребенка, вспомнить, когда начались эти проблемы, какие у ребенка имеются сопутствующие заболевания или какие-то травмы, операции, например, какие-то были. Очень хорошо определить такой гормон, который называется инсулиноподобный ростовой фактор, или он же к другому называется соматомидин С, и сделать рентген кистей рук, по которому можно определить биологический возраст ребенка, потому что не всегда биологический возраст ребенка совпадает с паспортным. Есть такая причина низкорослости, которая называется конституциональной, когда ребенок на протяжении всего детства не очень высокого роста, за счет того, что биологический возраст, его костный возраст, он немножко отстает от своего паспортного возраста. Такие детишки, как правило, чуть позднее вступают в период полового развития, но и дольше растут, и в конечном итоге они достигают абсолютно нормального роста, сравнимого с ростом их биологических родителей. Это не является патологией, это является вариантом нормы. Попасть на консультацию в наш центр можно как в рамках обязательного медицинского страхования, так и на коммерческой основе. Чтобы записаться на консультацию к специалистам нашего центра, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.